здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня я как бы немного приоткрываю дверь в свою мастерскую заходим что я хочу сказать при работе с полиэфирной смолой нужно быть либо профессиональным таксоманом ну либо рано или поздно делать вытяжку в общем что же я решил сделать вот у меня здесь стол рабочий стол где я вот клею лопасти там но и все остальное как бы с полиэфирной смолы привыкнуть к этому едкому запаху нереально это при том что здесь у меня как бы окна открытые двери открываются и причем окна с двух сторон и двери открывается ну как бы там и вытяжка есть но этого всего очень мало насколько токсично это полиэфирная смола что как бы ее пары сказать что они вредные это сказать ничего ну и вот решил сделать как бы вытяжку чтобы там не изобретать велосипед особо ну решил взять вот такую вот канализационную трубу 200 у нее поместить вот такой вот двигатель вот видно dv3 это я не знаю ну как говорили вроде бы где-то на самолетах стоит но этот двигатель у меня успешно отработал не один год на самодельном инкубаторе может может быть он бы там и был бы по сей день если бы на даче не украли скажем можно сказать что разобрали раскомплектовали тот инкубатор но после того я его как бы больше не восстанавливал но двигатель внутри инкубатора вот остался в принципе все что осталось инкубатора причем приятель я так понимаю ну для меня он ценный потому что он как бы без сбоев без никаких там как бы ремонту зарю он работал в инкубатор довольно ответственный такой шаг его там поставить ну и он там справлялся ну вот я его решил поставить на вытяжку рабочие напряжение у него 27 вольт но он стартует буквально с двух-трех вольт и начинает работать ну вот значит так как у меня там вытяжка сотка труба вот значит с этой двухсотой трубы переходники на сотую трубу ну вот сзаду будет глушка отверстия в общем еще не знаю как это все закреплю но сам двигатель будет крепиться вот в этом именно переходники вот сделал вот такую скобу что было понятно вот так вот она будет стоять и двигатель будет закреплен вот здесь то есть он там будет стоять внутри то есть именно в этом переходники и в общем что с этого получится ну буду снимать по ходу как бы изготовления и что с этого получится мы посмотрим ну вот как бы первые результаты уже попробовал включил протестил дует будь здоров бы нормально будет вот так это что-то так вот получилось подключил подпаял подпаял провод вот так я его там закрепил чтобы ничего не касалось от крыльчатку в принципе даже могу это все и уключить принципе даже даже не очень и очень и неплохо затасывает первоначально трубу разметил сделал вот прудольные полосы и предполагал что болгаркой просто выпили вот такие щели вот до центра и от центра вот здесь я ставлю как бы для прочности ну и дальше вот так вот ну последний момент передумал я болгаркой это пилить потому как знаю что это все начинает заплавляться в общем как бы некрасиво получается и поэтому просто взял дрель и просверлил сначала тонким сверлом затем побольше получилось еще как бы это все не фаски не снимал как бы все это с соплями на это все сейчас уберется но вот получилось вот что-то типа вот такого то есть я ее не полностью сну не по всем диаметру сверлил а больше половинки как бы так крепление очень простое то есть не заморачивался и шинки вот так вот выгнул по вот этому радиусу вот такую кусочек сектор вот такой вот сектор отверстие и вставляем вот в эту дырочку а сверху ну вот сверху шайбочка и гаечка все и вот такое вот как бы на двух полтах это все держится вот собственно говоря вот такой вот у меня подвес получился вот рамка на которой будет вешаться наша вытяжная труба ну вот собственно говоря то о чем я и хотел сказать значит вот так вот выйти выглядит моя вытяжка значит крепление к стене сварена квадрат трубы здесь применена 200 канализационная труба но здесь как бы правильнее надо будет муфту купить и заглушку поставить то есть с этой стороны заглушка она покуда скотчем примотана как бы временно сверху чтобы ничего не брещало вот обычный двп то есть вот такой вот как бы плотный картон снизу немного покрасил и все то есть насверленные отверстия всасывающие здесь два переходника один из 200 на 160 и 160 на сотку и вот 30 уголок один вот там вот второй и все это ушло в стену через трубу в стене вот это вот все испарения вот выходят непосредственно на улицу снаружи все еще гораздо проще то есть выходит но так как оно это отверстие относительно сволочка которых на пути сволочка пришлось как бы опять использовать два тридцатых уголка вот здесь один и там другой там вот закрепил и вот моя вытяжка и вышла в гору и сверху самодельная шапочка ну и чтобы как-то проверить насколько эффективна эта вытяжка поставил вот дымарь пчеловода дым идет ну вот видно и вот он идет к этой вытяжке так и ну и вот мы еще выключим так сейчас мы на моем на этом пока все с вами был валерий валки автор сайта ветер як всем здоровья денег удачи до новых видео пока пока